масленичная неделя в самом разгаре и все мысли только о них о блинах конечно же поэтому я приглашаю вас с собой в путешествие по городу в поисках самых необычных блинов чтобы выяснить лучше ли они незаменимой классики ну а пока самое простое место где можно достать блины в принципе это магазин куда вы сейчас и отправимся вы наверное спросите что же необычного блинах которые можно просто разогреть микроволновки а вот именно это и я и считаю достаточно нестандартным подходом в масленице да и плюс коллег своих угостить можно пойдем поедим но пахнут хорошо приятно но выглядят так что им не хватает немножечко масла и сметанки хочется снять первую пробу но очень горячо очень приятно кстати мне кажется никогда не ела такие блины мне очень нравится а еще лайфхак можно будет на масленицу раскрутить такие блины достать начинку смазать маслом и сказать что вы их сами приготовили ну что пойдем кормить своих товарищей каролиночка а разрешите угостить вас блинчиком а разрешаю прошу а это что за блинчик это блинчики с мясом вот мы хотим выяснить ой пахнет кстати очень вкусно давайте шок потек видите какие сочные блины на самом деле сочные но мне не очень нравится сочетание сладкого теста и соленого мяса раздайте пожалуйста нашим остальным коллегам а мы пойдем дальше проехав полгорода мы отправились заведения которые по отзывам в интернете готовит самые вкусные блины конечно мы там уже побывали и взяли себе блин масленица ну что давайте его попробуем внутри нам масленичного блина обещают начинку ветчина и сыр по моему не слишком традиционно но очень стандартно для такого блюда давайте попробуем его классно что начинка начинается вот прям с краюшка тесто чуть-чуть липковатое для меня может потому что я ем сухомятку кстати этого делать вообще нельзя когда ешь блины насколько я знаю ну по крайней мере мама детства всегда так говорила блинчик сытный приятный все супер но обязательно надо взять какой-нибудь напиток хотелось бы черный сладкий чай подойдет есть ли такой блин на масленицу но не знаю мне кажется больше для повседневного перекуса но наша цель не наедаться а разыскивать необычные блины так что мы движемся дальше есть еще и такой достаточно интересный вариант классических блинчиков на масленицу правда есть мне что-то необычное что именно это их цвет розовый и голубой на самом деле мои любимые цвета я же девочка выглядит как блин смазанный маслом у меня ощущение что этот блин должен быть либо с клубникой либо со свеклой но на самом деле нет блин как блин кроме цвета ничего необычного задает настроение на самом деле думаю детям это очень сильно понравится в принципе как разнообразить свою ленту в инстаграм тоже хороший вариант но хоть блин меня и расстроил мы не будем огорчаться будем двигаться дальше вот мы и добрались до места где я считаю что один из самых интереснейших блинов которые я попробую сегодня и уже хочу поставить ему плюс один балл за сервировку на упаковку с собой то есть это очень удобно нам положили с собой приборчики и упаковали все это в фольгу чтобы наше дело не остыло почему же я его так долго ждала и мой оператор лоночка тоже потому что это блин а-ля шаурма это очень необычно соленый огурец с блинчиком у меня аж вот тут свело очень сильно прикольно мне очень сильно нравится начинки очень много блин невероятно вкусный ставлю 11 баллов ну и конечно незаменимая классика блинчик с маслом уверена он очень хорош а как считаете вы подойдут ли альтернативные блины на масленицу ответ пишите в комментариях с вами были минск новости приятного аппетита и а ну Субтитры создавал DimaTorzok